История мода 20 века. 60-е. В 60-е годы дети, родившиеся в период бэби-бума, стали подростками. Эпоха массового производства и массового потребления достигла апогея. Многие молодые люди стали финансово независимы от родителей. Им хотелось быть особенными, слушать свою музыку, носить свою одежду, которая подчеркивала бы отличительные особенности нового поколения. Производителям модной одежды стало выгодно работать исключительно на молодежь. В разрастающейся студенческой среде зарождалось движение протеста. У молодых появлялись собственные кумиры. Это были уже не звезды кино, а лидеры молодежных музыкальных движений. Джон Леннон, Мик Джаггер, Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикс, Джим Моррисон. Харизматичные личности, олицетворяющие свингующие 60-е. Этот знаменитый термин появился благодаря журналу Time, 15 апреля 1966 года, назвавшего Лондон свингующим городом. Это был первый город, в котором дизайнеры стали создавать одежду именно для молодежи. В 60-е моде ощущался отчетливый резонанс оп-арта, оптическое искусство и поп-арта. Оп-арт вернулся на пик популярности в 90-е. Поп-арт, воспроизводивший традиционными живописными методами вещи общества потребления во всей их банальности, быстро привлек всеобщее внимание. В конце 60-х годов мужчины под влиянием хиппи начали отпускать длинные волосы и носить одежду ярких цветов с кружевами и оборками. Этот период был прозван павлиней революцией. Мода. В конце 50-х в Лондоне появилась новая субкультура под названием «мода», сокращенная от «модерниста». Современная. Мода подхватили щекульскую манеру одеваться. Их девиз – умеренность и аккуратность. Мода носит идеально сидящие костюмчики, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, делают безупречные прически. Любимое средство передвижения модов – скутер. Девушки, поддерживающие субкультуру модов, носят брюки, мужские рубашки, обувь на плоской подошве, делают короткие стрижки. Концепция – осознание тела. В 1964 году американский дизайнер Руди Гернрих представил купальный костюм без верха – моно-кини, а в 1965 – тонкий нейлоновый бюстгальтер телесного цвета. Появление мини. Мини-юбки появились в 60-е годы, когда законодателями моды стали кутюрье нового поколения. Термин был образован отцовым минимумом. В 1962 году ставшая легендой Мэри Кван показала коллекцию вещей с длинной мини. Новый стиль, названный стиль Лондон, очень быстро завоевал молодежь всего мира. Мэри Кван выдвинула свой знаменитый лозунг «Хороший вкус – это смерть, вульгарность, жизнь». Она отрицала элегантность традиции, «Хорошего вкуса», считая их ханжеством. Популяризировал мини-платье Андре Куреш. Популярностью мини способствовала и новая модель, демонстрировающая стиль Лондон, знаменитая Твиги, настоящее имя которой – Лесви Хорнли. Ею создан образ угловатого подростка, шокировавший старшее поколение. В 1966 году Твиги была названа лицом года и вошла в историю моды как кумир 60-х, и первая настоящая супермодель, которой поклонялись и подражали толпы поклонников. Стиль, предложенный Мэри Квант, также называли стилем Лолиты. Детские платьицы и сарафанчики с завышенной талией, гольфы и туфлики на низком каблуке, надетые на Твиги, плюс инфантильное выражение лица модели – все это напоминало об образе Лолиты из романа Владимира Набокова, появившегося в 1955 году. Высокие сапоги Суперпопулярными были высокие женские сапоги на низком каблуке с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные «Гоу-Гоу». Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с наименным названием «Гоу-Гоу». Высокие сапоги часто сочетались с моделями мини. Эта идея была подхвачена многими дизайнерами, а обувные производители начали массовое производство модных сапог. Женские брюки После Первой мировой войны женщины носили брюки только дома и на пляже. В 30-е годы брюки стали повседневной одеждой мужчин и женщин США. Что касается Европы, то здесь брюки стали повседневной одеждой лишь после Второй мировой войны. В 1964 году Курыш представил в Париже женский вечерний брючный ансамбль. И табу на появление дам в таком наряде было окончательно снято. Брючные костюмы оказались на пике популярности. Ивсен Лоран Ивсен Лоран стал создателем настоящего манифеста слияния моды и изобразительного искусства. Представив коллекции Mondrain Look в 1965 году и Pop Art Look в 1966 году. После них стало модным использовать мотивы живописи в дизайне одежды. В 1967 году Ивсен Лоран представила коллекцию African Look. Одно из платьев было украшено бисером в форме звериных клыков и морскими раковинами. Этот экзотический наряд произвел фурор в мире высокой моды. В коллекции Весна-лето Ивсен Лоран Ивсен Лоран представил стиль сафари. Модельер трансформировал охотничий костюм, превратив его в повседневную одежду для женщин. Именно фирма Ивсен Лоран Ивсен Лоран предложила линию женских брюк, ставших впоследствии повседневной одеждой. Также свой вклад в увеличение популярности брючного стиля внесло студенческое восстание во Франции в мае 1968 года. Оно повлияло на изменение общественных ценностей. Эмилио Пуччи В 60-е годы также были популярны наряды Эмилио Пуччи, с их яркими и смелыми цветовыми сочетаниями, напоминающими модный в то время психотерический дизайн. Космический стиль Пьер Карден в своей коллекции 1964 года Эры Космоса представил модели будущего, оформленные в простых геометрических формах, причем изготовлены они были в основном из неорганических материалов. Имя Кардена было известно своими минималистическими платьями еще в 50-х. В 60-м году дизайнер стал изготавливать мужскую одежду, хотя до тех пор это была совершенно закрытая область, контролируемая модными портными, в системе остававшейся практически неизменной со времен Французской революции. Тем самым Карден повлиял на рождение стиля унисекс. Космический стиль разрабатывали и другие модельеры. Например, Пако Робан создавал одежду из металла и пластика, а в 1166 году продемонстрировал коллекцию пластиковых аксессуаров и бижутерии. Эльза Скиапарелли экспериментировал с искусственными материалами еще в 30-е, но тогда это выглядело скорее причудами художника.